Сегодня траурным митингом почтили память крымчаков и евреев, расстрелянных фашистами во время Великой Отечественной войны. Ежегодно 11 декабря на 10-м километре Феодосийского шоссе собираются первые лица полуострова и небезразличные люди, чтобы возложить венки к мемориалу погибших. На месте страшной расправы побывала съемочная группа ИТВ. В период с 11 по 13 декабря 1941 года на этом месте случилась жуткая трагедия. Были зверски расстреляны более 14 тысяч крымчаков и евреев. Пощады не было ни женщинам, ни детям, ни старикам. В лютые зимние дни фашисты разделили их на группы, затем раздевали догола, дабы отобрать ценные вещи, а после этого партиями расстреляли у противотанкового рва. В этом месте было средоточие зла, потому что ни в чем не повинны старики и дети. Пострадали только потому, что они принадлежали к этническим группам крымчаков и евреев. Сегодня осталось немного крымчаков, и это последствия того, что здесь было. Это понимание должно быть сегодня у всех, особенно у молодежи. С того момента прошло много лет, однако на это место почтить память жертв нацизма. С каждым годом приходит все больше людей. Сегодня на траурном митинге побывали первые лица полуострова, представители еврейской и крымчакской организации и просто небезразличные люди. Возложили цветы и венки, помянули жертв нацизма. С болью и сожалению вспоминают былую трагедию в то время, когда в мире и так неспокойно. Поэтому сегодня нам нужно помнить, сегодня нам нужно скорбить, но вместе с этим понимать, что жесткое противодействие вот этим попыткам реабилитации, попыткам героизации националистов, они должны присутствовать в сознании каждого человека, в сознании каждого гражданина Российской Федерации. В декабрьские дни евреи отмечают свой национальный праздник Ханука. Еврейская поговорка гласит, в ханукальные дни грехом считается, если еврей печалится. Однако в данном случае грехом будет считаться забытая трагедия, забытая память предков, считают собравшиеся. Это в первую очередь память, в первую очередь то, что мы не должны забывать и мы не должны дать своим детям, как говорил глава крымчакского народа, завет каждый год приезжать сюда. Мы сюда каждый год приезжаем, не только на этот день. Мы здесь сделали эту аллею, каждый год смотрим за скамейками, убираем здесь, ложим камни в память о убиенных евреев и крымчаков. Рано более чем 70-летней давности не заживет в сердцах народа, причем не только того, который исповедует иудаизм. Это общее горе и для православных, и для мусульман. Каждый год приходим почтить память невинно убиенных людей, наших братьев крымчаков, евреев. И части крымских цыган, которых мы называли Тайфа, они здесь все были убиты, расстреляны и также захоронены. Нужно сказать, на этом месте власти полуострова планируют возвести мемориальный комплекс. Его проект уже разработан. Главная задача проекта – решить вопрос охраны объекта и прекратить раз и навсегда незаконные раскопки на месте страшной расправы.